Нередко иностранцы, приезжающие в разные страны, очень боятся остаться без денег и документов и тщательно следят за своими ценностями. Так как страшно оказаться в ситуации, когда пустые карманы или сумка совсем содержимая потерялась. А ты ведь не в своей стране, где все знакомо и вокруг родная речь. Сегодня в видео расскажем, куда и к кому обращаться, если с тобой в Турции что-то случилось. Ты на канале Турки Спейс, меня зовут Олесь. Я Владимир. Начнем. И небольшое отступление. Извините за мой голос, так как мы немного приболели, поэтому будет грузовец. Во-первых, самый главный совет – установи себе на телефон говорящий переводчик с плей-маркета. Любой. Их таких много. Чтобы в случае необходимости можно было бы контактировать с местными без знания языка. Турки охотно будут использовать переводчик прямо с твоего телефона, чтобы коммуницировать с тобой. И даже полицейские без проблем это делают. Мы не раз сами пробовали, и это не наши полицейские, которые даже голову в твою сторону не повернут. Во-вторых, держи телефон отдельно от всех документов и денег, чтобы если вдруг терять, то не все сразу. В-третьих, при потере денег и документов первым делом позвони с мобильного по номеру 157. Это телефон помощи иностранцам. Там операторы говорят на разных языках, в том числе и на русском. Объясни свою проблему, они тебе обязательно окажут помощь. Дадут инструкции, что делать, куда обращаться. При необходимости сами вызовут полицию и даже скорую помощь. В-четвертых, если все-таки телефон потерял, иди в ближайший отдел полиции или подойди к ближайшему полицейскому прямо на улице. Человек в форме с эмблемой полис или жандарма. Полиция всегда поможет или постарается помочь. Полицейские в Турции успешно находят потерянные или украденные телефоны и даже сумки с документами. В участке для тебя пригласят переводчика, с помощью которого ты сможешь спокойно объясниться с полицейскими. А я чешусь, меня очередной раз оса укусила. Был уже третий раз кусает оса. В-пятых, если потерял свой паспорт, то и это не конец жизни. Для этого нужно обратиться в консульство с твоей стороны. С полным списком консульских российских учреждений в Турции можно ознакомиться на сайте посольства Российской Федерации в Турции. Там можно найти ближайшее к тебе консульство. Если находишься в Стамбуле, то можно написать на e-mail, указанный у них на сайте, и они в течение двух часов отвечают на вопрос и расскажут, что нужно сделать для восстановления паспорта. Я лично пробовала писать на e-mail российского консульства в Стамбуле, и они действительно отвечают на вопрос. Если вдруг что-то экстренное случилось со здоровьем, или срочно, вот прям срочно нужна медицинская помощь, то тоже можешь первым делом набирать номер 157. И они сами вызовут на твой адрес скорую помощь, объяснившись врачом по телефону на турецком. Но имей в виду, срочно это имеется в виду не температура, или боли в животе, или кашель, или подвернул ногу, а вот прям самостоятельно даже встать не можешь, чтобы добраться до больницы. Но даже если ситуация не такая серьезная, ты все равно не знаешь, куда обратиться, все равно звони по номеру 157, они тебя проинструктируют. В любой непонятной ситуации ты звони 157. Да, это наш помощник. И вообще, находясь в Турции, запомни, этот номер 157. Это твой помощник в сложных ситуациях. Эта служба специально была создана в помощь иностранцам. Так что в любой сложной ситуации всегда можешь позвонить по этому номеру и задать свои вопросы. Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь пальцы вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали эти видео. И свои вопросы, замечания, предложения или истории, может быть, какие-либо, пиши в комментариях. А также можешь писать нам на почту, указанную под видео. Там все анонимно. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.